Всем привет, с вами я Заза. Продолжаем проходить GTA Liberty Stories. Наконец-то мы начинаем проходить миссию за мать Тони. И это первая миссия у нас Снэпидресса. Посмотрим, что нам сейчас она скажет. Мы так в игре её и не увидим. Типа, я вернулся. Типа, где ты был? Ни разу не ответил на телефон. Типа, он говорит, я не мог позвонить. Говорит, настоящий мужчина должен был позвонить. Типа, смотри на Гиаване, он каждый день звонит. Он хороший мальчик. И его сицилийский соус лучший. Говорит, что, типа, он уверен, что он плохой человек. Не успел прочесть. Ну, в общем-то, она говорит, что, типа, Гиаване Касс такой крутой. Либо Джиаване, не очень понимаю, как это читается. Всё-таки это не совсем английские имена. И, в общем, нам надо сейчас заехать в апартаменты и поднять камеру, как написано, прям пикап, поднять. Ну, ладно. В общем, нам надо взять камеру и доказать маме, что Гиаване Касса совершенно нехороший человек. Итак, в принципе, миссия очень простая. Здесь вы явно ничего спутать не можете. Никак завалить, провалить её тоже у вас не выйдет. Кстати, единственный вот этот минус того, что у нас новый дробовик, который мы взяли буквально позапрошлой миссии, такой, что мы не можем, короче, перезаряжать его, подходя на другой дробовик. Ну, в общем, патроны не можем от других дробовиков брать, вот как-то так. То есть, тот дробовик, который у нас около дома, теперь патроны нам уже не даёт. Ну, в принципе, 200 штук я успел набрать. В принципе, мне кажется, нормальное число нам надолго должно хватить. Тем более, скоро уже, ну как скоро, сравнительно скоро мы попадём в Стаунтон, там будут ещё пакеты, ещё оружие. В общем, веселье скоро начнётся, вновь повторится всё. Ну, а пока проходим сюжет. Так, подъезжаем. Вот с этой миссией у меня, друзья, ну, в детстве, конечно же, очень долго не могли понять, что надо делать. Вроде как... Да-да-да. В общем, как, они все такие думают, красная метка, значит, надо его убить. Они различными его способами пытались. И взрывали при помощи, там, читов. И с гранатомёта взрывали, опять же, при помощи читов. Добывали его себе. И таранили его. И миссия всё время проигрывалась, так сказать. И вот что нам пишут. Не подъезжайте слишком близко к кассе, потому что он может вас заметить. Я вот что-то касса называю, ну ладно. Типа такая вообще в магазине. Поэтому держимся на небольшом расстоянии. В принципе, он всегда едет по одному и тому же маршруту. Я могу вам со смелостью заявить, что сейчас он повернёт налево, когда доедет до дороги. Ах, ха-ха. So close, да. Блин, сказал налево. Ну ладно. Вот теперь он точно повернёт налево. Когда, конечно же, подцепит себе спутниц. Да-да-да. Да, всё-таки память меня подвела. Ну что ж. Дальше он точно поедет налево, потому что даже дважды налево повернёт. А нам надо до сих пор держаться за кассой. Никогда не подъезжайте к нему слишком близко. Как я говорил, миссия провалится. То есть, когда вы подъезжаете, у нас появляется такая надпись сейчас. Типа, don't let. Что там было? Давай-давай. Вот. Don't get too close of kassa the substance. Короче, не подъезжайте слишком близко, иначе касса заметит что-то неладное. И если мы будем продолжать подъезжать так близко, он напишет. You are too close. Типа, вы слишком близко. Поэтому держимся на таком достаточно большом расстоянии. Во-во-во. Опять. Он едет довольно медленно, и это поэтому иногда немножко выбешивает. Благо маршрут у него не длинный. Всё, здесь можно ехать. Сейчас он заезжает и всё. Давай-давай-давай. Типа, мы приехали. И он тоже. Что нам надо сделать? И он говорит, подождите меня здесь. Мне надо немножко изменить себя. Ну, ясно, что они его испугались. И, в общем, надо теперь фото сделать, которое его посрамит перед матерью и докажет нашу правоту. Опять же, слишком близко подбегать нельзя, иначе вас заметят. Фотографировать со снайперской винтовки тоже не стоит, поверьте. Всего у вас три фотографии вы можете сделать. Поэтому постарайтесь сделать изначально хорошую, чтобы потом вам ещё остался фотик. Конечно, он для чего особо такого не нужен, но зум у него действительно хороший. Не стоит прям максимальный зум. Вот такого вполне хватает. Ну, он типа заметил, надо говорить, не смотрите на меню. Только я не очень понял, а что они так-то за ним сели. В общем, фотографию надо сделать явно хорошую, а не типа сфоткать дерево или вообще чем-нибудь с другой стороны. Поэтому не стоит надеяться на то, что вы сфотографировали кое-как, и вас сразу отправят обратно. Ну, вот, в принципе, это вся миссия. Нам осталось доехать до мамы, послушать, что она скажет. Наконец-то взаимоотношения наладятся у нас. Но всё было бы хорошо, если бы всё так было. Сейчас вы увидите, что произойдёт. Конечно, ничего особого не будет, но в итоге это приведёт к плачевным событиям. В общем, не буду забегать слишком вперёд. Я уже и так много чего рассказал про следующие миссии. Конечно, я рассказал это очень даже смутно, но те, кто играл, те уже явно догадались, о чём я говорил. Итак, последний поворот. И вон маркер. Где-нибудь здесь выходим. Хорошо, что здесь машина стоит, очень удобная хорошая машина. Довольно быстрая. Мне она всегда нравилась. Итак. Привет, мам. Посмотри на моё фото. Это твой хороший пацан. Гя Вани Касса. Одевает тупую одежку это. Что-то типа, что ты делал, ты такой фоткал в деревьях. В общем, ты меня, ну как бы это сказать-то, блин. Мне стыдно за тебя. Вон. Вот эта фраза. И типа, в любом случае он лучше, чем ты. Вот, в принципе, это и всё, что она нам скажет. Однако, нам кто-то дал 100 баксов. Серьёзно. Вот вы только вдумайтесь. Каким-то образом она увидела эту фотографию, хотя он стоял под окном. В общем, неизвестно для меня, по крайней мере, как он это сделал. Тем более, зачем ему она дала деньги, если она сказала, что типа он такой плохой. В общем, миссия довольно странная в плане награды. Ну, а так-то обычная миссия для Портланда. Ничего сложного. Ну что ж, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. С вами был я, Заза. Всем удачи и пока. Пока.